Каждый год в атмосферу ВКО выбрасывается около 130 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом более 50 тысяч тонн приходится на Ускемен. Он является лидером по уровню загрязненности атмосферного воздуха в Восточном Казахстане и входит в первую пятерку самых грязных из 49 городов республики. Основная причина грязного воздуха, по данным экологов, заключается в большом числе промышленных гигантов. При этом ВКО вышло на первое место по смертности от онкозаболеваний. Но глава региона, похоже, не связывает экологию с ростом заболеваний. По его словам, экология региона была испорчена еще до независимости страны. А сейчас вся надежда на эко-кодекс. То, что касается экологии, вы понимаете и знаете, что, в общем-то, экологическая ситуация это является последствием той промышленной политики, которая проводилась долгое время и не в период развития независимости нашей страны. Но факт есть факт. В соответствии с изменением законодательной базы, я глубоко убежден, что мы перейдем к тем же условиям, с которыми работает Европа. Поэтому надо поменять законодательную базу. Мы имеем в будущем времени программу решения экологических задач города, прежде всего, Узкоминогорск, который является основным, будем так говорить, местом, где сложная экологическая ситуация. Это Касцинк, это наши энергетические мощности и заводы ТМК, УМЗ и другое. Эко-кодекс создаст такие условия, при которых природопользователям выгоднее будет принять меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, чем платить эко-штрафы. Кроме того, загрязнитель, причинивший вред экологии, обязан будет восстановить окружающую среду до первоначального уровня. И еще, по новому кодексу, все средства, которые платят те, кто загрязняет воду и воздух, будут направлены исключительно на восстановление экологии, причем в том регионе, где эти деньги аккумулируются. Раньше такого не было. Но почему-то Министерство экологии дает фору в 10 лет крупным загрязнителям, которые зарабатывают каждый год миллиарды долларов, а фильтры и новые технологии стоят максимум 10 миллионов. Причем богатейшие компании просят отложить эко-меры еще на несколько лет. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.